Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В принципе, очень многие знают, что они уже знают Ровно так же говорилось и вчера И сколько швейцарцев ничьи не играли С ведущими командами мира Все равно они считались какими-то И я даже, так сказать, сегодня отвечаю на телефонные звонки Друзей, которые разбираются в хоккей И слышал обвинения в «Звездняке» И в том, что вообще никто никого ни к чему не готовил А почему? Да потому что швейцарцев надо рвать со счетом 10 минут Ну, тогда все понятно Говорил, я и клал трубку просто-напросто И даже на эту тему говорить не хочу У сборной России Все равно главным оружием Остается атака с хода Эта попытка пока еще не пропиаренная Наверное, в пределах страны Чтобы молодежная сборная играла Старших и первая Это определенно идет Согласен, Сереж, да? Есть ли это следствие договоренность Комерсунику и Варнакову? Не знаю Но будем говорить о схожести взглядов на самом деле Да, это, безусловно, может создать проблемы В матче с организованной командой любого уровня Но, в принципе, это дает основание думать Что если мы в воронье не напорим То вот эта самая прямая, как стрела, атака Будет в нашем услуге Чего это может на оптимум привести? Мы видим на чемпионате мира Тоже главным оружием была атака схожая, да? Что касается шведов, Сереж Все-таки я считаю, что для нашей команды Сегодня главный Никогда еще не было столь важным Уберечься от ненужных удалений Потому что если швейцарцы нас прощали 5 на 3 То эти ребята не простят Еще не приходилось нам играть с командой Которой так здорово входит с шайбом большинства Перейдите, что я передаю Да, не очень понятно, как с этим, правда, бороться Но, не важно, я хотел бы просто сказать Что по поводу швейцарцев Просто вспомните матч предварительного этапа Шведы выиграли у швейцарцев тоже Только по буллитам Так что это просто слов к слову Это глаз выпаяющего в пустыне Все равно Русский слон Самый большой слон в мире И как бы все равно Мы только первого места хотим Потому что играем дома И, в принципе, будучи против подобного захода Я же все равно его понимаю И не будет иначе Ну что ж, раз ждем, давайте ждать Тогда сегодня надо побеждать Хотя в букмекерских котировках Не взирая на свои трибуны Сборная России Отнюдь не фаворит Перекос, но не сумасшедший Но довольно серьезный Все-таки в сторону сборной Швеции Шведы перед этим чемпионатом Говорили о том, что Ну, главный тренер, прежде всего Для него, кстати, это последний чемпионат Он уже объявил, что он уходит И сборной после этого турнира И он также говорил, что для него Это не попытка защитить звание чемпионов мира Это просто новая команда И все заново Новый цикл стартовал И просто команда хочет Забивать звание чемпионов мира Не повторить раз Мы видим, что команда новая Совершенно другие лидеры Борстер, который сыграет в первом звене Хоть и забивал много в прошлом году Но все равно был в тени Таких монстров, которые играли Куча травм Есть новые имена Но, однако, вот смотрите Мы говорим о преемственности Имея в виду стиль У шведов это все уже много лет работает Он сказал, что уходит из сборной Где будет следующий чемпионат? В Швеции Он уже готовит И даже уходя Команду к этому домашнему чемпионату Я третий раз за третий комментированный матч скажу А выигрывать чемпионаты дома В этом веке Молодежная очередь и очередь непросто Ну, на самом деле, у шведов 6 человек Из прошлого года И прежде чем все в нападении Ни одного защитника Нет, сколько угодно Ракель вообще играет третий год Я понимаю Но все равно лидеры, на мой взгляд Были другие Я понимаю, что и Голберг, и Форстберг Они несли и раз, и, да И бой смотрел Такую смысловую нагрузку Но это не были решающие люди Это не были Йохан и Ланцы Согласитесь Это не были Зибани Жан Там другая причина его отсутствия Но тем не менее Наша команда появилась на льду И очень приятно слышать Как встречает ее зал На самом деле Вот эта атмосфера действительно Очень приятно слышать Весь зал скандирует Россия, Россия, Россия И на самом деле Мне кажется, что Любая другая команда Может позавидовать нашей сборной В этом отношении Вчера пробка была после матча Причем такая, я скажу, московских размеров Да, торжествующая С клаксонами и всеми делами Что-то, в общем-то говоря, редкость С московскими тут разбахами Хвастаешься не каждый день Но торжество было, по крайней мере, все городское Сучу потерю Надеюсь, что она с вами продолжится Ну, представляем судей Гарри Дюма Соединенные Штаты Америки Ротафи Стих, тоже Соединенные Штаты Америки Линейные Досиро Франсуа из Канады И Доми Джордж Также из США То есть североамериканские бригады целиком Три канадца Один, простите Три американца И один канадец Будет обслуживать сегодняшний игрок Как они будут относиться к нашей команде Точнее, даст ли наша команда повод им удалять Не знаю Ну, как они будут относиться, я не знаю Принято считать, что у всех американских судей Соответственно, допуск больше, что называется Они позволяют больше Для повторной команды, так проявляются наши В принципе, ну, наверное, это лучше, чем будет свистеть все Потому что по обученности, по умению терпеть, по умению не допускать глупых удалений Но шведы пока что Ну что ж, 45 секунд до обрасывания Шведы лучше в комбинации Но я еще бы слабые стороны вижу Мне представляется, что они порой дают себя продавить И швейцарцам давали, и финнам давали И даже команде Латвии давали Хотя бы ситуативы И чехам давали Они позволяют играть на своих ворот Там можно в силу травм Можно в силу абсолютно атакующей направленности игры Все-таки вот сказать, что они играют в обороне Что везде заняты, никуда не войдешь Я бы не сказал Шведы на самом деле сами жалуются на то, что у них очень много трапированных И, прежде всего, в обороне Что у них защитник номер 4 играет первого номера Я же не говорю, что это вселенская проблема Это в силе и в силе и в силе и в силе Итак, начинаем на гроб Капустин, 21-й 19-й Хохлачев, 10-й Якубов У нас 5-й Ярульев, 9-й Нестер У Шведов, 17-й Карлсов, 16-й Форнберг 27-й Сандберг И пара защитников Номер 5-й играет это Бенца И 14-й Ха Ну и первая атака на ворот у сборной Швеции Не увенчалась от тех Шведов, кстати, не стали держать шайбу И сразу катят в атаку И втроем против двух, получается Карлсан Бросить Хохлачев не дал По борту выкидывает шайбу Наилий Якубов, наверное, не успеет Это как на скиллс компетишен шайба летела Когда бросают по площадку Ну, конечно, да, очень удачный В этом смысле был бросок Как паст не очень Дебленко Смена по ходу Оставляет шайбу Дьякову Дьяков немного заводился И делает передачи Оп, ну вот началось Началось, да Начались удаления с первой же минуты Что там о причине? Дьяков сам Вот он Голоса боялись Как говорится А руки делали Но это не всегда Комплиментарно Это не всегда комплиментарно 80% Молодец 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 Ушвег очень быстро доставляет Соленболь Молин Рикошет Василецкий Он справа ехал Уже к основной бросок реагирует Да, шайба полетела в другой угол У нас снова появляется Хохлачев Якуб Дебленко И Яков Наушвегов Ренберг Десятый Семнадцатый Карлсон Пошел пасовать Тринадцатый Шестнадцатый Форсберг И по-моему Еще один нападающий Так появился Армитсон Да Четыре форварда И один защитник Диас Сейчас Встает на точку Брасневек Хохлачев До этого был Якубов И борьба за шайбу Снова Шайба у шведов Но свистит Линейный арбитр Что-то не понравилось ему На выбрасывание Минута двадцать семь У нас пара защитников Меняется И Ролина Нестеров Выходит И на этом суде не ограничивается Главный подъезжает В судейской прикаде Что-то говорит Все это нагнетает Это как бы по рекламному закону Я не скажу что это нарочно Оно получается без подставы На тем не менее Вот так вот Нагнетается и нагнетается Конечно момент этого Адреналинный Адреналинный такой момент Очень неприятный Как раньше А вот Вот что Время по контрольному взяли Третье выбрасывание подряд Выиграл И болельщики я имею ввиду Нет Завтра придем Будет как новички После нас Ну да Третье место Билет покупали на забега А поддерживать команду надо Но по цветам В майках Сборной России В красном В белом Никогда еще не было Сколько народу Так сегодня Сегодня атрибутик И поддержать Тоже нашу команду Болельщики я имею ввиду Но Иса Прорывается Практически На бросковую позицию И Капустин выбрасывает шайбу Коберг Занимает Вторую позицию В списке лучших Бомбардиров В составе Шестой команды Три заброшенные шайбы И две голевые передачи На первом месте Как раз тот самый Арбитсон Четыре плюс один Сорок секунд Еще нашим играть Отдеваться Много-много Полминуты Ракель Пускает шайбу за ворота Но здесь Мы снова выбрасываем На первой на шайбе Тоже волнуется Шведы Да легко Ему упало Это удаление Его что-то Может сами Как-то к этому Не смешно готовились Стражат Внимательничают На первых минутах И конечно Передача Больше надежная Чем обостряющая Но вот Ракель Опять походит Зан На сей раз будет Тормозить Не просто на пятак Ну и спасибо тебе Заработай Влачев просит шайбу Да В полном составе Мы играем Кучеров появился Выходит Григоренко Выходит Миронов Выходит Слепышев И сейчас Заменится еще Последний защитник Коллинов у нас появляется Григоренко Не дал Шведу принять шайбу Раскатываются Шведы Да От своих ворот Кто-то один Но там обязательно Его страхуют Раск Один из самых быстрых Хороводов Шведской сборной Оказывается он на льду Должен подобрать Миронов шайбу Есть время Развернуться И приладиться И что-то такое Придумать Можно играть Можно играть Григоренко Слепышев Слепышев приходит Нам на помощь Но шведы Выигрывают шайбу И сейчас Уже вдвоем Бегут Против двоих Наших защитников Нестеров Нечушкин Срок его дисквалификации Закончился Сегодня он играет Но вот ошибка На выходе из зоны На голом месте Просто опять Да Косов Форсберг Какая расчетливая передача Так ну не уже Сангар Барбур Там не видит Это моментально Разбирается Карлсон назад Нельцов бросок Двое наших Бросаются под шайбу Она уже в трое По-моему Она уже в трое По-моему Верно играть Сергеев Нечушкин Ах ты Не сумел перевести На левый борт Выходит Жарков Выходит Мозер Четвертая звена у нас Впервые появляется Нельзя же рядом Ходить в зону Пока они больше С шайбой Пока безусловно Территориальный перевес За ними Они хотят ловить От синий до синий Диагональю Хотят это понятно И будут пытаться То что у нас есть Проблема с делами Смена Потому что Наши соперникам Остается идти Двенадцатый Сигарев Двадцатый Жарков Одиннадцатый Мозер В состав нашей команды Мозер оставляет шайбу В зоне соперника Сам же пытается сделать это Вторично Не выходит Покатили шведы вперед Снова Ракель Снова пытается сам войти в зону Не получается Выбрасывает шайбы Дьюз Ракель Нельзя Сейчас вот Может надо поторопиться Девленко Надьякова Хочаров Что ж такое Нет Наилий Купугов А здесь никого нет Это зона вызывает у нас затруднения Миронов бежит к шайбе Отпадает спину Раска Да, как-то не можем Мы из зоны Действительно давление Ну потому что через бортаж Выходим Либо через пас Куда-то под красное время Где кто-то ждет Атака схода начинается До этого пока Шведы основания не дают Либо через бортаж Как ты думаешь Они препарируют матч Наши команды Конечно Конечно В третьей шведской сборной Покеи Гетри Побольше нас с тобой Если взять Да, конечно Если мы с тобой вместе Как же я буду делать Кажется, что 0-0 пока Вчера, вучера Вы не точно Что ж такое И опять-таки Начали неплохо Да, в результате удаления Отдали инициативу шведов Начали как-то 25 секунд Удалили 30 Лучше шведов начали А наше счастье Они пока еще остались Еще, еще Что ж такое-то Ну здесь просто завозили Здесь просто завозили С выходом из зоны Проблема Нас накрывают движения Удаление В принципе На котором можно Идвижать Остались По турниру Как бы он не кончился Я больше склонен На эту сборную Не возносить, конечно Но отбивать От нападок Давай признаемся По главному направлению По тем самым проблемным позициям После каждого матча Мы слышим К сожалению Неоправданное удаление Затруднили нам достижение К сожалению Одно и то же Ну хоть какие-то турниры Должны поймать Я бы не пока Как канадцы Восприняли свое поражение Уже восприняли? Уже восприняли Все дружно пошли В Мигзону Общаться с журналистами Там целый взвод Дружно Потом Сначала давал интервью В ТСН Которые показывают Этот турнир Уже который год Ну а потом После этого Я не знаю Человек наверное 10 Пошли В Мигзону С опущенными головами Так все понятно Но Дело в том Что я не спрашиваю Журналисты А то Вы собираетесь повесить Или яд принять Сегодня вечер Вот в этом тоже Разница И согласись По-моему Даже американцев Было меньше Чем канадцев Трудно будет Сейчас конечно Первый раз Они еще на нервах Сами А теперь быстро Выбрали Открыли счет Мы все это знали Не могла сборная Не мог тренерский штаб Не знать Что Швейда Делают Семь секунд Семь секунд Восемь Десять Десять Один Опять ошибка Опять на выходе Из зоны И Перехлотшайб Бросок По нашим воротам Это первое звено Насхаждаю Сейчас Смена Появляется не первое звено Появляется третье Нечушкин Качев и Козов Миронов Нет Сергеев У нас Миронов И Сергеев И опять Посмотрите Да Ошибка Закрывают борта Просто встают Там А то и вдвоем Хотя игра 5 на 5 Сергеев Нечушкин И снова Отбирает Шайбу Ну ладно Не век же Как говорится На музоне Своя сидеть будет Считаем Что на начало Матча Не удалось Абсолютно точно На табло Подтверждение Всему этому 34 минуты Штрафа Мы уже имеем Из 8 сыгранных Идем по графику В 30 минут Шек Закусил Илья Штфоль Номер 19 Вот может сейчас Получиться Нечушкин Довольно Удар Слепыша Сударенко Поставлена Крюшка Защитника Шведской сборной Истравная Шайба Летит Выше Высокого Ну давно Уже наша Команда В зоне Не была Шведской Сборной Но сейчас Григоренко Кучеров И Слепышев Кучеров Можно побороться Здесь Кучеров Играет Назад Демлинко Выпускает Шайбу Из зоны И делает Неточная Передача Надьякова В этих мелочах А между тем Нападающие Уже по виражу Лишнему Доложили Они же не могут Консервировать Уже набранную Скорость Правда Здесь Ошиблись Уже Шведы Но Слепышев Не ожидал Такой ошибки Дарк Бойс Ратарел Беларосс Вот посмотрите Как все далеко Контролируют шайбу Не то чтобы Линко Но не дают Нашим Ты знаешь Это еще элемент Элемент провокации Подтолкните спину Они же даже Не работают Ну так правильно Надо сначала Спину подставить Да-да-да Проброс 11 минуты 3 секунды Еще играть В первом периоде Который мы пока Проигрываем Пропустив шайбу При игре в меньшинстве Жарков Мозер И Сигарев Герулин И Миронов Можно Ты Мозер бросал Наугад Мозер Да Но С рикошетом Удачным Суперудачно Можно было На что-то и рассчитывать Бойс Ротовал Катер На смену Форсберг Первая звена У шведов Сам упал Героя Не точная передача Снова шайба Отдали Суэдам Это Хоу Снова шайба У него Чуть-то Боложарков Не перехватил Шайбу Но чуть-то Не считается Ох Как хорошо Играет Капитан Шведов Еще становится Двороз Форсберг Но это уже Конечно Мастерски Просто и паузу Протянул Да И шайбу Обработал И верхний угол Ворот Ее отправил Все по делу Но что Пока мы видим Первый полукенал Под копирку Громадный перевес Одной команды Другой На какой-то момент Тут борьба Еще Да Полина Со шведским Форвардом Скорелошаеву Мак Василевского Но откуда ли Из этой точки Не особо Вытащишь Даже из не видишь Плечом В самый верхний угол Сергеев Сразу выбрасывает Шайба по борт А там Кулберг Который Ее останавливает И навязывает Борьбу Шведы Снова Владив Шайбой Шайба была Наша Успевает И посмотреть Да Швед Здорово Движение Конечно Они выигрывают Линхар Артсан Нилсан Через защитника Нилсан Сейчас Даже Немножко Ресилуются Шведы Что близко Угодно Якупов Не додумается Вылезать Корпус Нет Ничего Кубачев Якупов А сейчас Допустин От Немножко 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 Быстрее Шведы Быстрее И открываются И шайбер Стоят Это просто здорово Играют Отлагает Третья Войти Повезло Хотя Василевский Здорово Сыграл Мистеров 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 Его остановили Он продавить себе На ход Шайбу не сумел Миронов борт закрыт на другого варианта нет как будто бы наши все время пытаются внутри разделки идти через борца все это все это уже известно готова все горько сам тащит шайбу и сам наверно будет бросать до сададу пока маловато времени это звено на льду проводят на мой взгляд не того что должно в этом времени быть больше ну как вот так получается они самые лучшие мастера обороняться на просто собранная игра вся в нашей зоне поля дедов дьяков шайба выброшена то достаточно безобидной ситуации два защитника не смогли разобраться как ведут тоже будет играть шайбой еще раз посмотрите в заброшенные шайбы для него это 3 заброшенные шайбы на этом турнире если говорить о статистике то на этом турнире вот перед сегодняшним днем давать не будем все что я сегодняшний пока матч лучше бомбардиры ньюджин хопкинс 3 заброшенные шайбы 8 голевых передач на втором месте как ни странно финн грамму 5 4 5 плюс 4 на третьем американец труба 4 плюс 4 армия финн 3 плюс 5 на пятом причине и на шестом кучера 5 заброшенные шайбы ну кучера тоже поменялось там опять ну это 2 2 забил да потому что это говорит о том как мало значит собственно говоря вот этот самый лист для определения много там шведов нет немного на самом деле ни одного ни одного шведы продолжают атаковать еще один момент великолепно колберг выходил на ударную позицию кстати подбирал шайбу его партнер по атаке сергеев а мы менялись защитники менялись в результате шайба осталось у шведов сергей очень много ошибок в первом периоде до покатился на смену ну да так у нас первая пятерка в изначальном сочетании ерулин нестеров звенок а плачева ракель опять вы видите по борту да да там что он делает как будто и нет никого на его пути у нас передача в никуда ракель это второе его устарение троих наш фан болтанул прошлый раз сейчас правильно играет и ролик против него но я ракею на помощь пишет товарищ его на не один и не два он на смену поехал шведов четвером тут запирают на зоне тут же долларос уже здесь вот к забирает успешно смотрите мы выйти зона не можем клюшка потеряли даже с равно и зона выйти не можем шведа потеряли и снова зона будет закрыта карсон никакой хорошей ситуации оказалось белорос бросает ну вот на клюшка валяющийся на льду помогла нам немножко выбраться 6 минут играть у нас ни одного момента не было за эти 14 минут по всем статьям пока уступая абсолютно не чешкин хочу отобрали шайбу дьяков мы сейчас исполнил казанским воспоминания ударялись неоднократно тебя хочу предложить спорный чемпионат мира седьмого года в швеции в лекции там тоже был полуфинал если ты помнишь да и как там возили на шведов первом периоде это даже сегодняшний матч там 4 или 5 штабов было да а в итоге мы ушли выигрывая 2-1 на первый перерыв и не игру дотянули в конце концов потому что просто лучше от играли 2 будет не так сегодня надо что-то забить чтобы что-то забить надо сначала что-то создать чтобы что-то создать надо доехать на чужих ворот хотя бы выйти из нашей зоны этого уже мало ты знаешь если период на это тратить то уферап Горигорен да но хотя бы бросок по воротам хотя бы бросок в створ галки про шведов по лонстром кстати первый повод вы представите что-то за все это время выгнется гандарк не будет проброса надо бежать кучера в ней игры 4-20 Грибленко был на вашей стороне это наш тренинский штаб смотрит на время и на самом деле не на время она повторит повторять как раз в момент когда Василецкий не смог остановить шайбу и она катилась в сторону ворот Зарков был на обрасывании наша команда его проиграла снова шайбу Заркова поделите уже Мозор побоялся по-моему принимать шайбу думал что его сейчас такует Сигарев хотел по-моему сам вылезать из угла Жарков скатывает сегодня всей пятеркой всей же пятеркой начинают развивать атаку Малинхольд Нестеров борется и проигрывает шайбу передача подбросок защитника и этот просок по-моему Капустин да Капустин блокирует Капустин убирает у него шайбу так спин натолкнул а здесь он скоро включает Сашка Клочев оставляет шайбу Якупова но и тому не просто с каждым из них играет швед успевая успевая чисто причем в пределах правил нейтрализовать своего лопания но красавцы просто Сергеев Яков Косов долго размахивался короче нужно это делать Сергеев ломается клюшка ну вот у нас тут Яков Сергеев без клюшки против троих соперников отошли право нападающие Косов и Якупов уже Арвицем тянулись без удаления бы отскочить да да про гол уже не говорю Сергеев как будто выпрашивает подталкивает зачем-то спину соперника а что ему делать а что ему делать не подталкивать соперника спину все поменялся Сергеев теперь мы уже в пятером полноценная пятерка решать был уходить среди зоны снова Хог Зоу не утратил уверенности потому что все еще можно поправить Аншмида летят и летят вперед превосходя во все просто буквально Викстранд Хорсберг опять тот же самый фокус длинная пауза а теперь Василевский выручает минуты 14 выбирает сломанную плюшку арбитры у нас Григоренко с партнерами все ждут пока соберет осколки судья линейный сбрасываний не будет до этого момента но все можно базу такая зажигательная да но больше концертная нагнетать-то тут у одних ворот нагнетается первом периоде Линдхольм до среднего первого периода вот это длинная нагнетская да интересно статистику к выброскам посмотреть как-то даже непонятно потому что входил он в одиночестве никто особо ни в средней зоне не встретил ничего бросить не мешал а смена состава Хендер Кардерсон и Ракель у Кушведов уходит а у нас звенок Хлачева на эту минуту в полном сочетании и опять выгрел Василевский и опять Шайба Кушведов Ракель Капустин и Шайба перепрыгивают через клюшку неудобная и не точная передача на Хлачева опять Шайбу отдаем сопернику совершенно без борьбы тоже ну так на Юлику помешал все-таки первым пасом Шведом войти в Глаз Сергеев капусте осталось нет вряд ли там уже 4 швеза и да а вона ни одного нашего 0 2 1 период заканчивается для сборной россии для шайбы перерез шведов и я скажу честно по моему разуме это еще мы отскочили могло быть намного хуже но мы точно не наиграли на , ну не по каким совершенно до делам а в наших товоротах могло бы побывать не две шайбы а намного намного больше намного еще хороший момент штуки 2 то да короче говоря и 2 0 это мы еще остыла на рейс мы еще ищем даже за что-то хотя бы можем бороться было бы четыре было уже надеяться конечно конечно но с этим надеждами уйдем на перерыв сейчас хотя по всем как стат показателям и визуальным делам мы соперника уступили в одну калитру сейчас посмотрим как раз статистику что у нас здесь получается но мы сделали лишь только два броска по воротам шведской команды 15 всего 14 из них в створ какая эффективность бросков да то есть один всего лишь промок но у нас только только один когда ты был таким прессом у тебя пробросов будет 29 ты понимаешь ни одного почему надо шайб перехватываются на уровне сильней линии а то и ближе ладно хватит голову пеплом посыпать периоды бывают разные мы это с тобой знаем в надежде на перемены уходим на перерыв чуть чуть раньше спорная россия нежели соперники выкатилась на лед хотя еще минута и осталось до начала второго периода и без тревоги у нас некоторые все таки надежды чуть потухнув шифиром периоде но еще живой вот так мы встречаем период номер два ни в коем случае нельзя пропускать третьего да потому что совсем загрузки похоже вот ну а как забивать вторую он поспорили весь перерыв по-хорошему по политически вот так так сказать не без деления сережно 1 тонкость надо немножко поднажать да вопрос только как как понятно как и нажать это пока ничего не получается все попытки нашей команды хотя бы что-то организовать по моему пресекается в самом зародыше ну вот что придумал михаил варнаков это мы сейчас увидим через 30 секунд на самом деле будет сбрасывание команда уже пятерки уже на площадке как с одной так и с другой стороны у нас это и кубов хохлачев и капустин здесь нет это не в этом же нет да у шведов карлсон форсберг и сандер когда начинали первый период так и пара защитников то же самое хага бякс бякс по броскам лучше и лучше и не говори не повторяй потому что странно ну все можно бросать шайбу нестеров не точная передача капустин почему-то убежал в другую сторону вот оберегает да легко форсберг а нестерова хочу скорость а кстати не физически борьбу игла просто быстрее оказался и ближе к шагу ходить нестеров из зонта выбраться надо сейчас допустим тут же попадает под силовые приемы едем на смену появляется уже кучеров выходит дьяков выходит дублянка григорянка из лепошек у нас ну и шведов второе звено каким-то образом уже появилась на площадке рингхольм молин дьяков и колберт опять непонятно не очень передача неудобно принимать медленно перестать опять шага оказывается у шведов малин опасно бросок штанга зал притих уже полгар выбирает шагу дублянка григорянка один шей кучер отлежала и вот опять узковато все таки мне кажется слепо что стоило бы да правее перемещаться дали для передачи григорянка шайбу в зону ведет и поедет на смену третье звено у нас выходит выходит полета походит миронов качев не чужкин и и и вместе с ними но обычно выходит косов я думаю что сейчас так и будет нами косов вышел уже да ну да чешкин борется и добрасывая шайбу в зону и сразу бегут давить на наших защитников делать это не очень даже то может продавить сразу троих а юрий не чешкин чешкин вот вошли в зону впервые вышел из шайбы стали на все званом ввели окей так я не могу освободиться от ощущения что ему эмоционально выкручивать возможно никто не видишь а его должны виды галкипер но не чешкин сейчас снова борется и борьбу проигрывает шайба зоне остается но вот сейчас не его девачок два в два и уже шквал аплодисментов ну что ж когда нет гербов пишут на простой хотя бы так смену вроде провести успели шведов троем катят наших тоже трое бой с ротовал с ним правильно сейчас хорошо очень сергеев сыграл по шведскому нападающим а передачи делать некому мистер смотрел вперед три человека перед ним и в результате ошибка форсберг програсли все шайбу на фото это хорошо бросает за очередной раз василевский вручает нашу команду подставленная клюшка тем все же поздругом и опять все перемещается к нашим воротам и опаснее опасного каждая атака шведов вот она в ростом кодерга встанку причем неудобнее руки я скажу да я выигрываю защитника по нашу да хок бросал и купол капустин одного прошел остановился можно было бы свистом две минуты это он сам упал да скорее всего да но большинстве то поиграть у нас все таки была бы оказьи хочется очень наверное в этом дело и купов ракель экстрам кучеров передача на коклачева не точно проброс трудно лучше сильно не стало дейнил сильно тоже не стало так сейчас коклачев у нас играет в звене а он не может поменяться потому что был проброс а куда то есть свепышев и кучеров вышли а григорика еще нет да играют и пограют должен проброс что наверх а василевский ловит шайбу но вот не надо вот сейчас вот уже удалялись все равно уже опоздал тем более что игра уже все остановилась василевский шайбу поймал григоренко вышел и снова вернулся на скамейку у нас появляется Нечушкин Ткачев Косов но вот по такой игре понимаешь что как-то пока отбодаться пока немножко утихнет именно поэтому мне кажется у нее третья четвертая звена и мы должны все думаешь утихнет много игрового времени но я не думаю я хотя бы версия хочу серёж я же не объяснить средства хочу это я же не тренер в конце концов но ты же понимаешь что тоже Ткачев сегодня Нечушкин но играют больше чем Григоренко и Кучеров правильно мне интересно почему я предлагаю это может быть полной чушью но как бы хотя бы конверсия они лучше в отработке они лучше обороняются обороняться приходится сейчас плюс тому вчера на ересь конечно и Григоренко тот же Кучеров который игру вытянули выходит раз Косов успел назад вернуться и Долорос передача на накатывающего Долороза не проходила Сергеев Косов снова начинается там два шведа Долороза Горко поторопился Санклер И хорошо Форсберг решил что за ним кто-то катится по-моему делал передачу Долороза и его сразу три шведа по сути дела атакует Мозер потому что больше делать нечего Мозер Оставил шайбу у себя. Ух ты. Хорошо бросал. Попасть. Ну, попасть. Попасть и развернуться хорошо. Если вы целью, то он попасть. Ну, первый и последний момент. С почином сборная. Но немножко эротизируем, конечно. 26 минут на это дело ушло, но все-таки. Лучше поздно, чем никогда. Ты знаешь, по-моему, он даже попал в черенок рюшки. Братаря, я имею в виду. Ну, вот Григоренко у нас появился. Наконец-то одну смену пропустил. Из-за проброса. Марин. Дегленко. Надьякова. Дьякова сразу же атакует. Григоренко. Григоренко не успеет уже. Ну, вот это самое чуть-чуть. А вчера бы, видимо, успел. Так. Хорошо отключает Нестеров. Ну, и руль давно не вижу. Ты знаешь, а вот он на борт оставит. Да, как вы все. А что? Ну, следующее, спасибо. Уже все, сил не хватило. Нестеров поборол сагер, оставил шайбу в зоне. О, братарь, если плюшку потерял, вообще-то нас есть. Нет, но там грамма. Ну, сколько же они тут нападали за эту атаку, да уж? Нужно бы, казалось, и наказать. Проброс. Первый, к слову, у следов. Ну, сейчас они откровенно отбрасывают, потому что вратарь без плюшки. Мало ли, что может случиться. Допустим, на плачах Якубов, Миронов и Холидов. Так выглядит наша пятерка. Выиграли бросование. Полидов. Хакустин. Миронов. Брошу. Ну, хоть так. По сути дела, первая позиционная атака. Сначала первая футсольная манна Мозера. Теперь позиционная атака первого звена. И бросок Миронова. Первый путь, где-то хахнет. Шевский атака. Давай смотреть. По-моему, там был рикошер. Или был рикошер. Так, сюда плохо видно. Не могу сказать. Может и был. Такое впечатление, будто он так расположился, что бросок не видел. Хотя это трудно было так расположиться. Но это их проблемы. Да, ладно. Если вот на что-то и надеяться было, что вернет силу, вот эмоциональную эту заряжку. Только какая-либо шайба. Только вот ощущение близости к счете. И тогда потихоньку у нас тут перерезит новый статус в новую игру. Записывает на Андрея Миронова. То есть получается прямой бросок. Затес Роман тут не оставляет на ощущение. Да, было рикошер. Рикошер, как был рикошер. Мы сейчас смотрим на табло. Большое табло в центре. Да, позволяет. Так что ладно, обвели много места. Ну, Нечушкин. Скорость у него хорошая. Отдыхал вчера. Точно абсолютно нервничал. И положение в ней играет. У кого-то еще более хорошая скорость. Да, условия ухода ухода. Ухода ухода. Внимание, с передачи Наиля Леякупова, номер 10. Кирилла Капустина, номер 21. В шею забросил Андрей Миронов, номер 22. Новый брошер, субтитры, номер 21. Крупа Капустина услышает, да? Записаны ассистенты. У нас Жарков, Осигарев, Мозер. На площадке Яков и Сергеев. Ну, вы видели шведских болельщиков. Здесь, на самом деле, очень мало. Пожалуй, и не знаю. Я вижу, там человек четыре сидит. В углу. Так, 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 так. И зрители подзавелись. Но как-то, может, это команде передастся. Жарков шайбой. Сигарев. Линтон. Пытается мешать. Линтон. Но это пока еще не есть давление. Конечно, выход для них беспроблемный. Но хоть как-то. Жарков, они хоть никак уверены. Не сразу возвращаются. Пес. Сергей, не надо, торопиться. Борьбу последовала передача. По порту последовала передача. И все, не глядя, последовала передача. Шестеров, что мы оказались, да? Нет. Но то, что были какое-то обновление шестеров, там несколько, это точно. Судья показывает, что в разуме будет просто в зоне шведской команды. А Ромберга мы видели сейчас. Он с командой всегда. Он из преды не тренера. Ну, наверное, потому что сам еще очень молод, да? В 41-м год. Который еще и... Вот в отношении момента. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Попадать надо, Антон. У нас моментов этих будет поменьше сегодня, чем у них. Потому что теперь-то понятно. Как же нужно их как-то беречь-то, а? Вот вы видите, шведы тоже ошиблись. Оставили одного слепышева. Один остался. Еще раз смотрим. Вот. Разъехали все шведы. Один поехал закрывать борт за воротами. Другой на защитника. Бой с ротовал меняет. Раска на точку для выбрасывания. И тут же Долорос мощный. Лежит, продавливает. Но с ним правильно сработали. Позиционно грамотно. Якупа с шайбой. Успеет набрать скорость. Наил успевает. Шайба уходит, правда. А это уже... Не набирает. Капустин. Капустин. Пахлачев хорош в борьбе. Последний пакет Саша. Оставляет шайбу за собой. Пас на пятак. И тут же сам отбирает. Разворота! Яков. Якупа. Долгояков поторопиться. Пахлачев один. Шведы уже отбрасываются. Капустин. Попадает нашему Капустина. Будет удаление у шведов. Впервые в сегодняшнем матче сборная Россия получит численный перевес. Так мы дважды в Минске играли. Яков Доворос. Как вы видите, молодой человек. Он еще играет в маске. В момент броска атаковал. Причем в голову. Может, и не стремился в голову, но... Я скажу, что случилось, что он не забыли. Не забыли. Говорок и дочим вас, и в обладатель серебряной медали. Для 18-летних. Действующий. Сергеев. Передача. Григоренко. Бучера. Сергеев. Здесь Кейбраток. По-моему, Шайба запаснула там по закруглению, да? Штатка, не штатка, но почти. Слепоша. Дьяков. Сергеев. Слепоша. А, здесь все стали. Ждали шведы этого паса. Мы не меняемся. Дьяков. Григоренко. По борту на Кучерова. Сергеев. Григоренко. Кучеров. Григоренко. Спасает лоустров сведов. Хорошая комбинация. Под остров, правда, углов. Но это можно смотреть, Садия Александровна, да? Это да. Мы уже болеем. Мы уже втягиваемся. Трибуны более голосистые. Поменяться надо, Миша, пока здесь. И не важно, что минута там найдется, кому сыграть ее и без вас. Сергеев. Куда? Куда? Не посмотрел. И Купов. Ну, добро бы случайно не посмотрел. А то ведь так и не смотрим, так и пасуем. И тратим сейчас 20 секунд на выход из зоны. Драгоценные 20 секунд. Получил матча мы не играли. В большинстве теперь все это дело разбазарили на выход из своей зоны без сопротивления. И Купов не получилось. И Купов не получилось. Чуть меньше 8 минут до второго перерыва. 2-1. Пока проигрываю. Шведов в зоне. Три в два. И в два. Опасно. Бросок поворотом. Хорошо, что успели отбить. И Косов с Нечушкиным. Можно обратно катиться. Косов. Дает ему, а он может и... Ох ты, не готов был Нечушкин. Чуть-чуть не доехал. Отсюда трудно было посмотреть. Качок, но можно с партнером поделиться в шайбе. Качок ждал. Нервонав. Ну что, перестал вчерашний матч тучать в виски, да, нашим хоккеистам, мне кажется, потихонечку зацепились за новую игру. Ну, во всяком случае, во втором периоде шведы как-то они более ладные, что ли, более складные. Но перелеск не имеют. Второй период уже равно идет. Но начало было опять-таки за ними, потом... Ну, сейчас тут еще... Чуть-чуть было не восстановили они далее. Так это будет. Это будет. Аменты будут. Тут Анатолий Василевский, он должен тащить такие моменты. От них мы, как говорится, и... Если кто-то собирался уберечься и сыграть вообще без опасных шансов для соперника, то это фантастика на втором этаже, как известно. Это все понятно. Дубленко спас коньки. Сигарев, хорошо! Дам одного, Жарков, бросок! Штанга! И опять штанга. Вчера попадали в них, сегодня тоже хорошая атака с хода. И мог Жарков сравнивать счет. А вот момент у Григоренко, ну, вы видите, да, успел вратарь. 6-0-8. И вот, посмотрите, Перекладина, да? Да. Игорь Лорионов. На лучших экранах. Он здесь уже, ну, по крайней мере, второй матч смотрит. Михаил Григоренко. Выходит на площадку. Снимем Кучеров и Слепышев. А это Жентелла Бельменина. Шведов, Екстрат, девятый, весел седьмой. Босс, с одной сроковал одиннадцатый. 23-я, Раск и 26-й с ними в компании. Ссорился больше. Раск. Сергеев по борту, а борт закрыт. Григоренко. 3-2. Все удалось. Слепышев спешит. Кучеров чуть задней передачи. Наслепышева. Хорошая комбинация с Материем уже разыгрывать. Что-то стало получаться и в атаке. Сергеев осмотнил передачу. Три шведов. И ни одного нашего. Только сейчас прошла передача для Григоренко. Смена уже идет. Поэтому тут. Возьмек разбегается. И что Кучерова лучше бросать, как было. Или к заднему ногу крепость, да? Там никого. Кохлачев пытается мешать. Сандберг. А все видел. Да, что Василевский сбегается. И Копов выпросил шайбу. Кохлачев. Продрался, прорвался. Бросает, добивает. Нет, не дали добить. Обередил я немножко. Придержали там Александра. А он сам бросился. Смелейшим образом пошел на добивание. Но слушай, последние пять минут мне активно нравится сборная России. Я так в хоккей как раз и хотел смотреть. Увереннее, не в ногах главные уставы была. Так понимаешь? Вот переключиться на новые. Вот, посмотрим, да? Да, хорошая была передача. По задумке. Совсем поисполнить. По-моему, она не дошла. Да, Слепышева. Коля добросал. Не вижу Ярулина давно. Постоянно вижу убор. Он там стоит. Стоит на площадке. Что-то бы стоило на предметах. То ли я уже как-то... Сломанная клюшка. Надо убрать. Поэтому будет небольшая пауза. Все. Шведовы выиграли. Просу. Прикует вперед. Хорошко. Колберг. Собственно, у них и зрение. И Линфон плох разум. Сам упал сам. Боишься, как-то. Кто упал, так уже пора и сместить нам. Да, но не всегда так. Нечушкин. Разбегается. Ну, давай, набирай, Валера. По шайбе надо попадать, если кто-то собрался бросать поворот. Потому что многовато. Прошлый раз, Косов, сейчас Нечушкин. Да, есть. Маленький такой Нечушкин. Мешая шведам. Мозер. Кстати, я его бы отметил. Тоже Мозер и Сильси образ. Мне вообще не нравится, как он на этом турнире. Старается. Работает. Много и... Сейчас. Жарко ломаем. Это две минуты можно было свистеть. Суды так не считают. Все-таки североамериканцы. Сигарев. Нет, Тарвик самополе. Выбирает скорость. Прокатит и Мозера. И бросок опасный сделает. И опять мимо денег. Но опять на мимо... По борту у нас были проклятием. Сейчас по шайбе попасть не можем. Хотя и при этом во втором периоде соперника обидел в синюю раунную игру. А по счету тогда же выигрывали. Григоренко с партнерами. Пока вы смотрите этот момент. Выход Соклачева, да? Соклачева. Дебиленко. Сергеев. Делает передачу на Григоренко. А его уже накрыли. Шведам надо выйти. Нельзя. Только сейчас понял. Это шведский игрок. И... Наш свободный выход из зоны. Куча Раф. Потерял шайбу. Ну, на средней скорости, все-таки, шок, конечно, не требно было сопернику. С ним разобавлено. Добрался пояс ротовал. Этот агрессивный. Быстрый, агрессивный. Торкости не всегда хватает. Но это другое дело. Ну, и шведы тоже не впадают. Это правда. У них это первый раз, а у нас 29-й. Тарусан. Слепышев поработал. Из шведской скамейки встала. Считаю, что Григоренко. Шведы требовали удаления. 2 минуты 14 секунд до второго перерыва. Шведы идут в атаку правым флангом. 20 сильных номеров. И стоит с другой стороны Санкт-Петтьяков. Шведы у нас в итоге ополучаются. Якубов от одного ушел до ушел. Дальше шайбу оставил своему, не своему. Ахлачев. Ахлачев. Как же он в борьбе ведет себя два последних матча. Просто в этом звене лидер, я считаю. Лидер первого звена сборной России. Якубов. Вылезай на их, бросай. Но там хорош новым. Все сделал Якубов, что от него зависело. И все сделал шведский вратак, что от него зависело. Минута 43. Минута 43. До разных периодов. Якубов не смог оставить шайбу. Ничушке. Продрался. Броссов. Ближний угол. Там брачо. Хачев. по засаду шайбу потерял это остался до уехал бы их странный бишь там что-то привалило бы но нет сигарёв упал на ровном месте обхода из назад сигарёв нестерам нас пришел в атаку прострел шайба доходит до шведского вратаря и не дальше к сожалению 53 по одной версии 50 или по другой версии секунды и звено Григоретко у нас только парка сана и бьюто что ли, да? и звено карлсон форсберг-санберг это как положено а нет марвитсон вышел карлсон марвитсон вышел вернее карлсон вышел звено к ракелу и аркесу контакты так сказать ракел и даже опасно было кучеров слепышев григоренко трассов и не прижата немножко еще и не везет а здесь купим со штангой, да? Дворкова, ну Ладно Если с первого периода Должны есть и брать, то оно, как говорится Вернули-то, то есть Справедливость, я-то что-то Мы с таким перевесом играем второй период Сказать-то можно все, что угодно Но вряд ли это будет право Пахлочок Миронов На этот раз Трикошет Тоже есть, но, правда, другую сетку Пахлочок попадает, та, которая натянута над воротами Ну, убрасывание, правда, с другого пака Пахлочок на обрасывание А это раз шведы выиграли Шайбу 10 секунд остается до конца первого периода Второго А второго, да, конечно Хочется верить, что так выглядит Первого Ну, ладно У старых верхов длинная тень И всех долгов за первый период мы, конечно, не вернули Но подобрались Свою игру Ну, не то же совсем выправили Но улучшились заметно Да, и остались в гонке Мы вернулись в игру Самое главное Самое главное Требовать большего Чтобы все было 3-2 в наших полях Надо было бы не совсем справедливо Все-таки перевес шведов в первом периоде был куда заметнее, чем в нашем втором Посмотрим статистику И что? Передаем слово Москве Наша команда подождала Пока шведская сборная появится на льду И только после этого Наши игроки начали выходить на площадку 56 секунд остается до обрасывания шайбы Мы проигрываем 1-2 Но надежда появилась после второго периода И будем надеяться, что третий период нас в этой надежде не разуверит Шведские болельщики Я выходил и видал Вот такое мнение Что это в лучшем периоде Доверь чемпионата сыграет Сборная Россия Но я бы Стал бы Радикально говорить Но тем не менее Но тем не менее Есть основания На контрасте С самым провальным, наверное, первым Да, вот этот второй был И тогда в ничью Ну вот Теперь осталось знать Какой будет третий период И будет ли он последний Мы тоже не знаем Абсолютно точно Потому что, как Дмитрий Юрьевич Все это уже сказал Абсолютно законы перед трансляцией У нас достаточно много Со шведами Это последние иконы овертайма Накопило Да, все чисто Ну что же Упрасывание Кохлачев, Капустин, Якубов Ярулин и Нестеров Первая пятерка И первый ветерка У шведов Форфер, Каусен, Сандберг Вместе с ними Играют защитники Бергстон Именно здесь Именно здесь встречать Прав Нестеров Абсолютно Ярулин Выброс По-моему Можно играть Да Никакого проброса Арбитры не фиксируют Откатываются назад Шведы И тут шайбу забирать Хорошая передача В среднюю зону Сандер К вам в зоне Ух ты В противоход Здорово бросал Василевскому Не попал Дальний угол А вот этот пас Который должен был Принимать Я его здорово Нахваливаю Последние матчи Но здесь Может быть концовка Уже смена была Да И явно ехал Обменяться Может это тоже Сыграло свою роль Кучеров Оба проехали Мемотан Себя Богдал Швед И Кучеров Линкольн По центру Прошел Бросить не дали Даем проходить По центру Это не первый уже раз Слепо шаф Линкольн Подождал Колберга Сергеев Слепо шаф Кучеров Только не очень сбросил Скорость Никита Пришлось Откатил назад И его здорово Прикрыл Венгар Десятый номер Шведской сборной Очень осторожно Наша команда Начинает третий период Не играет Ярослав Косов Был только на ваших экранах А это момент Когда противоход Как раз Прошел Бросал Сандберг Тоже дали По центру пройти Сместиться По центру Вдоль ворот Как вторую шайбу Форсберг забрасывает Помните? Да-да Похоже Добленко Помешал Шведам Шведы действительно Как наши коллеги говорили Стремятся Хочется Держать шайбу И быстрее От нее избавляться То есть контроль шайбы Может быть Не есть скорость игры В чистом виде Но Это для шведов Очень полезно сейчас Прижимает Сейчас Сигалкипер Шайбу Соответственно Брасывание будет В зоне И его зоне У нас появляется Звено Жарков Сигарев И вместе с ними Мозер 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 Моги рулин И Местеров В конце второй минуты Мы смогли перевести Игру В зону шведов Но правда Ненадолго Добили сбрасывания А дальше Шведы уже Запускают шайбу В нашу зону Расчетливая диагональ Мозер Оставляя ее в игре Мозер Мозер Перехватывает Наши Мозер В центр передачи Там нет Абсайда Можно играть Сигарев Побороться нет Трудно было Ярулин Но конечно Он больше Следил за тем Что он контратаку Не получить Не стирав Жарков Конечно Обученный шведов Это командная Да Смотрел Делать передачи Неку Просто забросил Шайбу в зону И ждет Пока Наша команда Начнет Передача Под дальнюю Синюю Можно играть Капусти не смог Шайбу принять Но по-моему Капути не смог Делать Клюшка Вроде даже Выронил Из рук Так старался А вот Смотришь Некому давать Некому давать Его только вот так А они не стесняются Они не обязательно Через борту Тем более Ближние Вот такую Можно вывести Шайбу Якупов Якупов Бросок Взмывает Шайбы Там где-то Над пятачком Ах ты Она у нас Но в средней зоне Она конечно Нужна и такая Потому что Шведы все-таки Владели ей дольше В начале периода Якупов И ракель Иронов А там один Просил Шайбу Хохлачев Диктоев Он держал Как ему На реактивном Истребителе Туда доставить По-моему Она не доходила Никак А вот сейчас Шарвец Проскочил Тут и Раск И Лендар Григоренко Слепо шап Пошире Пошире Антон Пытайся сам Да 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 И сам же Бросок Можно было Сразу заворачивать Но и так Неплохо Ярули С кистей Разудись Плечо Еще бросок Пообщался я С Ярулиным После вчерашнего матча Признал он даже Что против него Стали играть Закрывать Бросать не дают Все все знают Нет Можно играть Косов не смог Шайбу принять Неудачной Передачей была Качев Нечушкин Качев Брянка 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 Ух ты Опять штанга Что ли Не везет По рикошету По направлению Движения Шайбы Качев Потеряв Отобрали Шайбу Вот там Косов Качев Уходят на ударную позицию Бросок мимо Брянка Неудобно бросать Неудобно бросать Неудобно по борту играет Ну что же делать Шайбу в чемпионате Надо оставлять Нечушкин Шайба Играет Крюшкой Здорово Нечушкин Тем не менее Оставляет Шайбу у себя Чуть-чуть Чуть не почувствовал Вот там Чушкин Нечушкин Он уже подустал Уже скорости нет На голую мощь Так вы эти шведы устали Сейчас уже бросаешь Все 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 уже Еле-еле до смены доезжает Хорошую смену Третья пятерка наша выдала Жарков с партнерами В опоре Там у шведов первый состав У шведов Фортберг У шведов Карлсан У шведов Санберг И вот Фортберг Бежит Входит в зону Выходит за ворота Смотрит Кому сделать передачу Оставляет ее Мы не видим Что он ее шайбу оставил А вот сейчас Мозер Сигарев И спешит Спешит уже Миронов Защитник Перевернуться назад Чуть-чуть Не подвело Шайба-то отскочила Да Но он уже Теперь назад Не успевает возвращаться Его Жарков тут страхует Не было нарушения правил И не до нарушения Сейчас правил Сигарев Надо сейчас Надо здесь и сейчас Хоть и устал Хоть и концовка смены Уже вышел Капустин Уже вышел Хохлачев Сейчас должен выйти Якупов Сигарева Надо ехать на смену Он там все смотрит Хоккей по-моему Нестеров Так ошибаться нельзя Простили Дьяков И снова Потери шайбы Юсов Проигла шайба Не смог он ее остановить В средней зоне Можно смениться Нестеров Герорин Постраивается Под Местеров Получает передачу Сам Пока должен сам Тащить А может и до конца Получится Прострял Только не нарушать Потеряли Якупов Не страшно Якупов до конца Боролся Выскакивает Одним движением Хотел Да Ай Не поняли друг друга Ну и шведы Тоже наелись 7 минут сыграли Пара минут Шведских Остальное Наш Пока В этом периоде Так задешево Отдавать не надо Ребята Они могут наказать Вы про это забыли Они могут Добренко Один Якупов Там побыстрее Посильнее Посильнее Чтоб скорость набрал Не вышло Играть то можно Григоренко Там за воротами Блокирует его Арвин Сам шведы Подбирают шайбу Запоздал Паста Некупова Да Несильным просто Он получился Момент Чуть пораньше бы Еще И по несильным Да И чуть пораньше Пока смена у шведов Еще не закончилась И у нас Только сейчас Она завершилась На брос Василевский Останавливает шайбу Миронов Косов И там бегут Как кучера Просят шайбу Получает Косов Кучера Не очень удобно Шайба прыгает Гол Гол 2-2 Еще поборемся Уже молодцы Уже вернулись В игру Мне показалось Сергей Что появление Косов В этом Звена Не было Смена Составов Похода Проходящих Мне показалось Я могу ошибаться Но давайте Посмотрим Еще раз Казалось Что все Уже И кучером Здесь шайба Сошла С крюка Но он Угра Не перестал бороться Он продолжал бороться И Григоренко Вылез На дальнюю штамбу И подставил Клюшку Сравняв счет Матча 2-2 12-0-4 Великолепно Забрасывает Здесь вторую шайбу На этом турнире Да Но такие нужны Вчера и сегодня Косов Косов Больше всего Развит И попадает Члену По лицу По-моему Клюшки Или эта шайба Там Она скачивает За дело Нет Я думаю Что это Сейчас посмотрим По-моему Ублица Придется Череда рекламная пауза Посмотрели еще раз Как забрасывал шайбу Григоренко Как завелся в зал Есть еще Помимо результатов Всяческих Наград победы Парадуни Одна составляющая Которую Болгом По прошествии Да Позиций И по крайней мере Многие Но именно за это Игра хоккея За это Невероятность Сочетов Бреста Согласен Согласен Бреста В полном Несторожная Россия Набросил Невероятных Новогодних Праздников Ткачев У меня все-таки Нет изменений В составе Ткачев Косов Косов Нечушкин Это просто Очевидно Не сумели Пролезти смену Кто-то из игроков Либо не сумел смениться Либо кто-то вышел Чуть и пораньше Так что это было Просто пересменка Косов Пытается помешать Тут Ткачев Сам упал Швед Сам Диус Мы меняемся Мозор Жарков Дебленко Нечушкин Остался Клинфольм И подбросок Защитника Бросок Последовский Видел Все видел Шайбу поймал Шведы поменялись У нас Тоже состав И судья Не дает Возможность Поехал Просьба Дебленко Меняться Надьякова Судить Уже не разрешили Уже руку Подняли Уже все Ай Сергеева Не получилось В образе Шайбу Жарков Постраховал Мозор Мозор Жарков Разгоняйся Во всю свою мощь Молодец Конек Крюшка Бросок Добить Возьмоняйся На дальний угол и швейк. Раска один из самых быстрых, кстати, у них. Книстеров встречает. Молодец. Успел замениться. И повтор. Я не знаю, на какой он будет смотреть. Повтор чего? Потому что момент на моменте и в ту, в другую сторону. Якопов. Уставил шайбу у себя. Купачок приходит ему на помощь. И на пятачок. Сигарев снова вместе с ними. Тоже путаюсь. Я думаю, что просто не успел замениться. Вернее. Да-да-да, сейчас успели замениться. Пучеров. Звено Григоренко в полном составе, да. Сергеев не смог шайбу поймать с лета. Врача что-то получится. Да. Следующий шаг. И зачем? И зачем из себя ассистента было в этой ситуации? Ты же в этом звене бомбардир, так и забивай. И на Кучерова. Лучше мы играем сейчас пока. Может, уже и все вернули за первые. А может, еще и не все. Счет 2-2. Игра 9 минут. Игра идет практически без середины. От ворот до ворот. Атака туда, атака сюда. И наших атак больше, и они опаснее. Летхольм. Где шайба? Шайба у Косова. Качев. Упустил шайбу. Но тут у Косов его помог. Где же? По большой дуге хотел объехать, не получилось. Но спину подтолкнули. Альцин. Мимо ворот. Иролин. Столкнули здесь два шведа. Но шарбу сохранили, да. Здорово Ракет ведет борьбу. А вообще, он пару лет назад появился. И сюда в четвертом. Игра уже была понятна, что по скорости достаточно мощная хоккеист. Запутались шведы. И наших запутали. И себя запутали. Ну, слава богу, флот. Сависия! 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 Не играет. На самом деле, так болеет стал, что даже не слышно свистка. 8 минут на 5 секунд. А вот главный тренер нашей национальной команды. Ну, по его лицу звуки ничего нельзя прочитать. Никогда было, да? По-моему, нарушили. Ну, да. В общем, свалился на ноги. Посмотрите. Падал и сам, конечно, сигарёк. Но если бы без контакта с ракелем, он бросок какой-никакой нанести бы сумел. Но опять же, ещё раз скажем, все четыре арбитра сегодня два главных, два линейных, все североамериканцы. Поэтому тут допусть-то повыше, конечно. Здесь Мозор. Здесь не успели. Далековато отпустил. Далековато отпустил. И сразу меняться. Мозор клюшку потерял. Раз. Бросок. Бежать Сигарёв или Капустник. Кто первым успеет? Сигарёв и потерял шайбу. Одной рукой начал работать. Устал очень сильно уже. Клочёв вышел Якупов. Миронов и Дьяков. Пока на площадке. Сандер. Передача на пятак. Но хоть цепанул, да, немножечко. Хотя бы с виду сбил прицел. А то было бы очень опасно. Клочёв! Полез между двоими. Но тут его, конечно, приняли по правилам. Жёстко и... Ничего не скажешь. Но лес не боялся. Знал, что, вернее, всё получит. Как-то вдруг куда-то пролезть. Слепый шарф. Выграть не удалось. Деха Куксихлачёв, Сейкупова здесь помешали немного друг другу. Ну что же, бывает. Сигарёв... Нет, это, простите, Слепый шарф. Он не боится лезть между двоих. Но только это так, мне было бы очень понятно. Два партнёра, порядок. Он бы кого-то, Ленчик, как увидел. И что-то чего в двоих операциях. Ох, ты какую шайбу потащил Василевский, да? Какую шайбу потащил Василевский? Ты посмотри, Серёж. Пусть не сдалека, но тяжелейший абсолютно. С плечом, да? Да. Шесть тридцать пять. Внимание, дамы и господа. На нашем матче присутствует 7698 жрителей. 7690 почти нашла. Здесь, по-моему, 7800. Максимальная вместимость. Канадцы подкачали, которые ушли. Несколько не осталось оставаться на эту игру. Ну, не хватило там, ну, так, 100 человек. Чуть-чуть не добрали, да? Зарков, посмотрите, Зарков обыграл. Был уже очень острый угол. 6.35. Уже масса времени. И в ту и в другую сторону. 9 вечера по местному, 19.00 по Москве. А у нас, как говорится, все еще только начинается, да? Викстранд. Но хочешь, не хочешь, скоро закончится. Да, Слепышев покидает площадку. Выходит Косов. Что такое Слепышев, не знаю. Не игры, не игры, не игры, не игры. Начинают меняться против. Нечушкин, Кочев, Косов уже был на площадке. Горослав Косов сделал хитрик в матче против сборной Германии. Нечушкин. Остановили его. Кочев. Перехитрил, а вот Косова не заметил. Весь был в борьбе, весь увлечен тем, как Шайба у себя оставит. И это, наверное, правильно. Что-то чуть попозже, а то, вроде, как шведом кричит. Миронов помешал сделать передачу. Бой, с ротовал. На пятак выбить не удалось. Еще ротовал отправляет Шайба. Он развеетесь, развеетесь. Вырежет, потом уже, да, потом уже пинти, давит. И все, что хочешь, делает. Вот, например, так. Вот, например, так. Ну, уже по сути-то две минуты надо было, конечно, определять. Жарков постраховал защитника. Шайба прижата. Мозер. Кто-то соединился к этой четверке, которая там падается за шайбу. Интересно, как все остальные стоят, смотрят? Все-таки шведы. Пас рукой? Пас рукой, да. Я бы оставил это правило, чтобы свистели, если она прижата к борту. Мне это нравилось. Не знаю, может быть, это говорит о старении каком-то. Ну, вот так смотреть на рейкбейную схватку на протяжении минуты 2-5 секунд. Ну, что здесь? Да ну, что не правило, что тут было? Ну, еще раз. Это полуфинал и играть 5 минут до конца. Да, североамериканцы в таких случаях. Ну, что, отрубание головы может быть? Ну, поводу для двухминутного штрафа. Для четырех, наверное, нет. Якупов, там Кохлачев бежит открываться. Якупов сам. Сам Маиль. Не ведет, да? Все правильно сделал. Лубы-то еще в шайбу для броска и выкатил на ворота. Не ведет. Хорошо, здесь Кохлачев увел, да? Ну, сразу, смотри. Пора все бросать, что ли, надо было? А то уехал уже под неудобную руку, да, и угол, когда только один. Он остался, не знаю. Смотри, Григоренко не стало набрасыванием. А, и не зря. А, шведы продолжают делать, да, смещаться в центр. Вот зона по краю, есть смещение в центр, вход в бросок. Частая смена у нас. А Григоренко остался? Нет, здесь смена Григоренко остался. Кучеров остался. Да, и Слепышев остался тоже, честно говоря. Да, и Слепышев остался, да. И вот на него как раз передача. Достал он шайбу. Там Григоренко накатывается передачей не очень точная. И наши защитники не бегут. Григоренко, Дьяков пытается нам помешать. Вот тут сталкивает соперника за обороты. Здесь Кучеров завозился. Миронов. Бежать сам, сам, молодец. Сам вытащил. Только теперь не ошибиться, сыграть понадежнее. И на смену страхует его кто страхует. Вышел Нестеров, вышел Качев. Уже появился Ярулин. Валера, подключись под него, с работой. Под острым углом бросает Качев. Неудобные руки. Григоренко, Качев. Смотрит. Нашел Косово. Вмечается в центр бросок. Больше наброс, наверное, да? Да. А может, и сблокировали просто, поэтому шаг бы не дошло, как следует. Подолго тянул, конечно. На паузу это не было похоже. Три минуты. Приятное у этого шведов звено. Четвертое, по сути, рас. Бой сраповал. Убрасывание в нашей зоне. Три минуты. Первое звено, да, у нас на площадке. Но только не первая пара защитников, да? Дебрянко играет и Сергеев. По троге нападения, да, стартовая Капустин. Хохлачев, Якупов. Якупов становится. Хохлачева в выходе. В точке бросает Якупов. И до игроубрасывание. Дебрянко. Капустина передача. Под него падает шведский игрок. Сергеев, дважды остановился. Отдай вперед-то. Почему сразу так давно ждет Якупов? И сейчас позавчера. Видит, не видит. Ну, так, да, действительно, через трех хоккеистов надо было распадрить. Можно было попробовать. Хохлачев. Миронов. Владикорпус. Не дадут опять. Третий раз, да, в ситуациях, которые вроде по удалению не свистят. И Купов. Оставил шайбу у себя. Ждет партнеров там Хохлачев. Поборется. Саша поборется. А, Слепышеву не удалось прокинуть шайбу себе на ход. Кортберг. Обыграл Кучерова. Средние две минуты 30 минуты. Сверху. Сверху. Миронов очень много сил потратил в этой схеме. Да, в своем этом самом атакующем. Кучеров. Ай-яй-яй. Ну, не получилось. Ладно, ладно. Это не шайба сопернику. В своей зоне. Это ничего. Вот теперь. Нет, не дадут. Нельзя давать. Да. Добивать. И все остальное. Вот теперь нельзя ошибиться. Вот теперь нельзя через бой. Вот теперь надо вытаскивать. Кучеров. Кригоренко. Полторы минуты играть в третьем периоде. Нестеров. Борется. Ярулин. Страхует его. Качев. Ищет чистый лед. Выходит туда. Бросает. Штатка. Ну, сколько же можно по этим штатам бить, а? Минута. До конца третьего периода. Разрегает Зарвеца. Стеряет шайбу. Нечушкин. Капустин. Коклачев бежит вперед. Передача на ней не получается. Коклачев вытащает шайбу Якубову. Якубов. Чуть было шайбу не потерял Капустин. Бросил шайбу в зону Якубову. Бежит вперед. Но он один. 35 секунд. Бренберг. Бренберг опасно и не видит. Но он не видит шайбу. Если проснуть его на сперва, то 27 секунд. 27 секунд. Тот назад третьего периода. Добрый день победы, а Семёш. Это Качёва покажет. Конечно, всего великолепно. Бросков не расставит. Перекладину опять засобачил. Не надо, а. И всё. И вратаря шансов нет. Бьёт с шайбы в Перекладину. Минута 11 было играть. В прошлом году в финале, как они нас не бускали, какой полтинник не отбросали. Да, за 30 секунд до конца Никита Гусин, забивай и закрывай лавочку. Тоже момент был у нас. А сегодня-то мы себя преодолели точно. Правда? Абсолютно. С самого-самого первого периода разогнались и хотелось бы выиграть. Хотя на первый перелив не то, что Дарит всё, он не поделал, ничего не поделал. Да, после первого периода было совсем тоскливо. А сейчас третий период целиком на сборной России, конечно. Всё правильно, кстати, Якуб сделал, бросал вверху, попал просто в ловушку. Даже не столько в ловушку, сколько в руку. Горегоренко, Хучеров. Против первого звена шведов. Выиграли они вбрасывание. Время есть. Ликстра и Братцово кладно касание. Хучеров выбрасывает шайбу. Будет проброс? Да, будет проброс. Проброса 19 секунд. Даже уже 18. Даже уже 17 почти. Это интересно. Ну да, почти 18. Согласен. Здесь, правда, написано 17-9, здесь написано 17-6. Но бывает расхождение до полутора секунд. Между большим табло и тем, что вы видите, уважаемые зрители на своих экранах. Опять шведы выиграли бросок. Где шайба? Бросок. Не руля. Сейчас спокойно выброси. Я больше не достал. Да, овертайм, так овертайм. Хотя жалко. Победи по третьей периоде были намного ближе. Один. Все, ноль. Овертайм. Овертайм 10 минут. Если кто-то не знает. Дорогие друзья. Попали в танку и сегодня за минуту до конца попали в танку при равном счете. Но игры разные, согласись. Да. По первому периоду шведы оказались какими-то монструозными. Да, легкими, так сказать, вообще редучими. Ну, Лео от Кучерова Винчи кто-то с рукой пробило перчатку, шайба, плюшка. Ну, видно, что больно. Так. Ну, что, все равно шведы впереди по броскам. А как им не быть по броскам, если они были 13-2 после первого периода? Конечно. Если вычесть это, то получается почти равенство, да? Почти равенство, но обратим внимание, что-то у них достаточно много бросков уже в два периода было при входе в зону. Ну, издалека. Да, и все остальное. У нас более ядреные были броски во втором и третьем периоде. В первом разговора нет, там в одном полиске все было. Еще раз смотрите, вот бросок Сандерга. Противоход. Только Кучеров с Косова организует Долгая Горенко. Так, если Кучеров угроз не продолжит, то, конечно, будет потеря для нас, наверное, да? Нет, я думаю, что все будет в порядке. Если прикладывают лед, я думаю, что это просто сильный ушиб. Что морозят. Радость Горенко. А это вот Слепышев. Вот, простите, Сигарев, конечно же, да. Бросок по бородам Василевского справляется он с этим броском, очень неудобный. Так, проход Якубова. Хорошо обыграл защитника, убрал и все, и бросал верхом. Все правильно. Может быть, чуть-чуть действительно пораньше. И, конечно же, бросок там в конце. Как спрятал, а? Каждый из-за защитника вывел его в девятку, точно над плечом вратаря и... Да. Ну, а это, видите, это Кучеров, да? Кучеров, да. В руках от Кулапов со своей рукой. А это вторая очередь выхода. Кустеров, Ярулин, Рослачев и Купов начинают у нас игру. Карлсон, Форсберг. Викстрант и седьмой номер Нильца. Форсберг дошел в зону. Потолкался Ярулин. Один. Карлсон не бежит ему навстречу. Никто не мешает, пока спокойно. Все-таки помешал. Карлсон. Впять Форсберг. Мистера выбивает шайбу. И Купов. Можно попытаться убежать. Там еще Хоплачев. Красок. Тоже ведь прятал, да? И показывал, по-моему, что будет бросать в другой угол. Почти обманул. Но тут ведь Томи не сыграет, чтобы зарываться. Понимаешь? Тут ведь действительно система прибежал, бросил. Да, она тоже работает. Здесь-то велика цена. Да, наше-то она даже выше. Но проиграет как-то. Ну вот, смотрите. Берега, вернее, отправился с этим расходом. Протает отдел Григоренко. Створ бросал. Вышел Кутер играть. Дьяков Дубляк. Два защитника у шведов. Колберг и Линдхольм. Вот Линдхольм с шайбой. Прямо на Кутерово передаче. Он не справляется с приемом. В передаче справился бы, контратаки-то не было. Все равно шкатил в свою сторону. Так развернуешься. Вот это попасть. Вот они вдвоем накатывали. Даже на троих. Линдхольм уже и они заменили состав. Мы понимаем, в чем дело. А у нас еще... А у нас тоже вышел Косов, да? А пока еще мешает Григоренко на площадке, да. Но им не свистели и нам, не свистнули. Хорошо держишь Шайбовы, да? Руки, руки, руки убрать. Григоренко не так свет, там очень-то трудно. Григоренко по борту... Правильно пробрасывается уже, чтобы уехать, замениться. Да, потому что сил уже немного. Вышел Капустин, вышел слепо шаг. Ракел. Опасно, бросок! Выбить! Капустин, вышел слепо шаг. Ждет Ярулина. А наша пара нападающих... Капустин и Капустин, они давно уже не менялись, по-моему. Ну, как давно? Секунд 30 тогда они на льду. Не умирают от усталости, но на длинную смену закладываться тоже я бы не стал. Может быть, и надо было воспользоваться этим случаем, чтобы замениться. Вот сейчас едет меняться Капустин. Появляется Якупов. Но это у него есть возможность разбежаться. Что он и делает. Но его, правда, на скорости там догоняет Форсберг. И Капустин все-таки сумел шайбу сохранить. По крайней мере, не потерять. А он там один. И там уже Саша Охлочев включился. Охлочев! Бросокнет! 5 на 5, может быть, добили. На игроков четверо. Где же взять еще одного? Бежать Яков. Он один. Время есть. И Капустин очень больно получил, по-моему, от Шведа. Бросай! Бросай! Ну что ж, ты тянешь 4 на 4. Не получится будет контратака. А Хлочев уже сколько отпахал-то. Так и не бросил Яков. Хлочев. Не, а он еще ничего-то посмотрел. Может, он по две смены играет? Смелюсь, конечно. Миронов. 6.45. Не пускает Кучерова. Ну, это понятно. Григоренко. Кучерова еще остается. Связки, по-моему, выходит. Не разбивает Борнаков, пока Связков в космачок. Я, вот она пролзет, но пятого-то нет на поле хоккеиста. Григоренко сам себе, как Петров во время ОНА. Помнишь? Да, выигрывал, да? В Олимпийском финале было дело. В Олимпийском финале. В Олимпийском финале. Установлюет Венеберга. Но шайба все равно у шведов. Падает. Нарвится. Кучеров Добрали, но два человека, конечно, отберут у него шайбу, смена Шкачев-Косов Праск Шкачев отобрал шайбу, Нестеров и Рулиен Косов Попробуй, Ярослав Попробуй, бросок Нет, Серегу не добить с неудобной руки Клюшку Швет держит, но так же нельзя Судя считает, что можно В этих пунктах можно, да, потому что овертай Тут уже не выгонят, по-моему, ни тех, ни других Сыграно уже 4,5 минуты Бросок поворотом отбивает Васильевский Слепошев в шайбах опустит, просит, дай мне Слепошев не дает, сам катается по зоне Уграет Смиронова, тот с Дьякова Это не смена Это перемещение, попытка запуток Слепошев и рад бы пойти сам, но он без скорости Убрасывает зону соперника Сандер Ракель Не получилось обыграть Дьякова Смена Что-то все наши четверо захотели меняться вовремя Хорошо, что Дубленко остался, пока подстраховал партнеров Но все равно Возможно, ой-ёй-ёй-ёй Для входа у Шведов была Сергеев Тут пока вы вертает на все поровну, да, Сергей Асамович? Тут никому предпочтение не отдашь Сергеев 4,40 Дубленко бросает шайбу Капачев Резкий затормозил Нестеров Саша подняться не может Капачев еле поднялся Он по-моему даже Ой-ёй-ёй Даже не может Хромает, хромает Хромает, да, но ее и Не свистят ничего, ни канадцы, ни американцы Диос Доктора зовут Я сейчас смотрю на лапку Капачева Видно, видно Он плюхнулся очень нехорошо И видно, что им очень больно Кучера Кучера ждал партнера Григоренко А Григоренко страховал защитника Который менялся в это время Правильно делают Абсолютно И правда делают Тот-другой Дяков Косов развлекается Получает передачу Бросок Рома Мощно Вовремя, но мимо 3.26 играть Нарвится Болит на суженную Бросок Но та же позиция, что и у Косов Примерно была Косов сумел бросить А здесь бросок блокировали Дяков Еще бы шайбочку нам забрать Бросок Бросок Потому что мы понимаем Пристану Играть Там его Курту прижали Косов остался бороться Качев поехал на смену Выходит Миронов Выходит Капустин Выходит Слепашев Предпоследняя Пожалуй Смена Да Минута Миронов Миронов 47 Данаса Хорошо играет Василевский Правильно Шайб И нашего не уданят Но они Нелогичны Они в другую сторону Поступают Одинаково Капустин Слепашев А вот не отдать Если там Побарахтаться Да И пустая Один Все-таки Придется Отдать 25 секунд И последняя Наверное Атака Шведской команды Ракель Геролин Против него И доставляет Шайбу Ненадолго Правда Поделите вы ее Между собой 10 секунд Ну что Опять булиты Да Думаю Что булиты Опять булиты Брось-ка отсюда Наиль Вблизи Не везет Может отсюда Пойдет А Две минуты Железных Но никто их не даст Второй день подряд Набьем булиты А значит Опять Запас валидова Не исяк У вас Господа И дамы Противление Победителей Сегодняшнего матча Разначается Честный овертайм Да Честный Равный овертайм С равными шансами Небольшими Причем стабильно Отыграно было Сзади и сто И с другой стороны Очень Посмотрите Голы Очень большой перевес Шведов Первые 20 минут Небольшой Наш Вторые 20 И достаточно Причем Причем В общем-то Честная Ничья На самом деле Да Так Посолят Да Я думаю Что никто Не бросит Невагу Из этих команд Если Это был Групповой турнир Где не пришлось А Все равно Причем Будет Гулять Да Ну Василевский Я смотрю На льду Разминается Положил голову На лед Тянется Но я напомню Вчера В серии Из трех Мулитов Не забили Ничего Ни швецарца Ни наша Все началось Потом Статистику Вы видите 36 братков Шведы сделали 29 Мы подтянулись Мы значительно Подтянулись К шведам Вы помните Да Сколько было После первого Периода 12 братков Мы проигрывали А здесь Видите Уже осталось Всего лишь 7 Так Второй тест Период По броскам Мы их Переиграли И Купов Подъезжает Сейчас Главным Арбитром Опять Монетку Будут кидать Туда же Едет И Фортберг Уже Вчера Моин Да Плохо Пробил Будет Бросать Куда Деть Ну я думаю Что у нас Двое Это понятно И Купов И Кучерова Если у Кучерова Совсем с рукой Неплохо Но раз вроде Играл Совсем То быть Не должно Да Вот Кидает Монетку Сколько Понимаешь Я думаю Проливать Первыми Нет Не знаю Сейчас объявят Достаточно быстро Объявляют Все ворота Показал Якубов То ли будут бить То ли он вратарю Показал Давай Молтуду Андреевич Внимание В серию После матча Горстов Начинает Сборная Команда Швеции Да А вы как больше любите Сергей Александрович Нет Ну по-комментаторски Если вы Когда-то меня спросили Об этом Я сказал По-комментаторски Я очень люблю Когда соперник начинает И не забивает Первый Вторая Мазелья Игорь Ларионов Интересно Как Фазель Переживал за сборную Своей команды Своей стороны Ну что Пока лишь только арбитры В центре Площадки Сейчас все это Они разъезжаются И Будет бить первым Викстра 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 Да Я признаться Не помню Кто у них бил Со швейцарцами Гулида На хорошей скорости Движение Начинает Это нам повезло На самом деле Потому что По сути Он Переиграл На хорошей скорости Маневренно Сознать Сделать Игорь Легаренко Викстра 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 Нет Эти фокусы тоже шведы изучали И тоже они Бурида Наверное смотрели Да Он практически исполнял То что вчера Пытался сделать Вообще Если поднял Повыше Был бы шанс Да нет Мне кажется Что уже Вратарь сместился Уже Раз Продевая Шведов Молодец Андрей Материевский Якубов Закрепил Игорь Легаренко Игорь Легаренко Игорь Легаренко Опять между щитком Причем Отсюда С комментарской позиции Было видно Что приглашал Что называется Лунстрем Да Бей туда Я захлопну Тут и все 2-0 там И 2-0 Причем Кулберг Броссиан Кулберг Номер 12 Они главное Выяснили Что бросать надо Большой скорости Забил Они главное Выяснили Что бросать надо Большой скорости Счастливый Счастливый Кулберг Принимает Поздравления У своих Товарищей По команде Никита Кучеров У нас Никита Кучеров Это понятно Нет Сборная Швеция Выходит в финал Ну что Те и другие Вынули из нас Все за этот вечер Я не брошу Камень Сборную России Они сегодня Действительно молодцы Провалили Первый период Дальше Сделали Все что могли За минуту До конца Качев попал В штаб Ну а В серии Булитов Ни одного не забили Из трех Жалко У шведов Получился последний Последнее свидание На булитах В полуфинале Чемпионата мира Баффало вышло В нашу пользу Тоже с одним забитым Но сегодня Случилось что случилось Итак Пятого Россия и Канада Матч за третье место А потом Финал Сборная Швеции Против сборной Соединенных Штатов Америки Очень жалко Конечно Проигрывать Тоже в общем-то Делал то же самое Что делал Григоренко Ну что поделаешь Я думаю Что сейчас народ Пошел в трибун Потому что поздно А большая часть Все-таки аплодисментами Сборную Россию награждают И я честно говоря Своя сторона Это сделаю Удачи Нашей команде В поединке с канадцами Сегодня себя Они преодолели Во всяком случае Но удача Такая дама Вчера она была с нами А сегодня улыбнулась Другому Другими друзья У комитет чемпионата мира Среднемолодежных команд И партнём турнира Официальная вода Чемпионата Заповедный родник Рил Учреждение Специальные призы Лучшим игрокам Мачи Ждём Кого выберут лучшими Церевая вода Церевая вода Церевая вода Церевая вода Церевая вода Лучших игроков Мачи Работает Паркетсер Паркетсер Я вижу Молодёжные полиции Вчера были швейцарцы убиты Сегодня наши убиты Всё отдали Что могли Если после этого Будут вспоминать Только проваленный Первый период Русские головотерства И всё остальное Я тогда уж не знаю Что делать Модель России Признан Александр Хозлачёв Мага 19-й Александр Хозлачёв Давно пора Выделяется В последних матчах Ну а шведам Что? Удачи В финале Как и американцам Так же Да кулберг, конечно Он тоже Да удачи всем нужно желать В конце концов Это спорт Это спорт Лучшим игроком В составе сборной Швеции Признан Том Никсон Мага 7 Вот так Защитник Том Никсон Признаётся В лучшем составе Шведской сборной Но мы на этом прощаемся С вами, уважаемые телезрители Спасибо, что были с нами Не переставайте болеть за сборную Даже если она не становится первой Шведский гимн звучит Прозвучит ли он Послезавтра Во время главного финала Это я вам сказать Конечно, не могу Как и никто Как и не сами шведы Как и американцы Но вообще Финал довольно экзотический Согласен Был ли он когда-нибудь Такой Ну и Были ли матчи России и Канада В матче за третье место Я что-то не припомню Тоже вопрос Сергея Федотова У нас с тобой Да я вот как-то На вскидку-то не отлично А зрителям спасибо Они аплодисменты Провожают команду Выбавшую из борьбы за золото На продолжающую борьбу За медали Спасибо вам, что были с нами Сергей Крабов И Юрий Розанов Вели репортаж об этом матче Оставайтесь оптимистами, друзья До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!